Здравствуйте, уважаемые слушатели моего астрологического канала! Сегодняшняя тема видео Юпитер в Тельце и его ретрофаза в Тельце, которая началась уже с 4 сентября 2023 года и продолжится по 31 декабря 2023 года. Что узнаем в этом общем обзоре? Первое. Напомню, где и про что, и на сколько, на какой период у нас Юпитер сейчас в Тельце, и какие его потенциальные возможности. Второе. Период ретрофазы Юпитера. Зачем, о чем этот период, и как его можно потенциально использовать, то есть его плюсы и минусы. Для кого период ретро-Юпитера наиболее актуален, и что с результатом этих всех перспектив Юпитера в Тельце. Значит, Юпитер в одном знаке зодиака находится около года, поэтому нынешнее нахождение Юпитера и нынешняя его ретрофаза происходит один раз в 12 лет. Значит, нынешний Юпитер у нас в Тельце 16 мая 2023 года, и будет он по 25 мая 2024 года. Юпитер как-то принято называть большим благодетелем, но это неоднозначная его трактовка, и сейчас не про это. У нас все планеты обладают как позитивными своего рода качествами, так и своего рода негативными качествами, потому что у нас весь мир поляризован. Для чего время, когда Юпитер находится в Тельце, просто в Тельце? Напомню, Юпитер у нас отвечает за что? За расширение, увеличение, перфекционизм, идеализм, хочу лучше, больше, дальше. Юпитер – это потенциальная перспектива, но не результат. За результатами, пожалуйста, к Сатурну, ну и не только к нему. Поэтому в любом знаке, где бы ни находился Юпитер, он нам дает потенциальную перспективу. Значит, в Тельце он дает нам такую потенциальную перспективу взглянуть на нашу имущественную ситуацию, ресурсную, земельную, как бы с такой глобальной точки зрения, как бы сверху. Чтобы своего рода построить, ну он не совсем запостроит этот человек, но все же построить некий такой бюджет на более длительный период, на большой период, там 3, 2, 10 лет и так далее. То есть это наша такая собственная внутренняя, личная, скажем так, экономическая концепция. Возможно, родится вот на вот этом Юпитере в Тельце. Имя для разработки экономической стратегии, которая будет включать какие-то вопросы, связанные с нашими источниками заработков, с нашими доходами, с имущественной ситуацией, с земельными вопросами. Напомню, на фоне того, что Уран с 2018 года перетрушивает очень серьезно наши имущественные и ресурсные вопросы, а Юпитер как бы дает нам возможность разработать своего рода такой вот, ну не бизнес-план, но это все-таки политика экономическая наша. Время, когда мы можем приумножить вот эти наши ресурсы, имущества, входы. Но помним всегда, планета всегда со знаком плюс и со знаком минус. Можем получить признание или успех в каких-то, опять-таки, финансовых ситуациях. Вообще, это время, когда наш успех, наши амбиции, они удовлетворяются через сферу материального. Когда мы что-то можем пощупать, посчитать, условно говоря, накопить. Это время, когда мы можем овладеть и развить, приумножить какие-то практические системные навыки, аналог высшего образования, которые могут повлиять на наши источники дохода. Время получить выгоду, большую какую-то, в том числе от взаимодействия с кем-то. Это время приумножить наши ресурсы. К ним относятся как наш бюджет, расходы и доходы, так и наш собственный энергобаланс, который является частью нашего здоровья. Соответственно, он может его расширить, улучшить, но и обратный эффект точно так же возможен. Можем поднять свою самооценку через какие-то материальные вопросы. Это время для решения юридических, правовых, судебных вопросов с имуществом, с ресурсами, с землей. Это время получать выгоду от рекламы, зарабатывать на ней. Время, которое дает возможность расширить какие-то иностранные взаимодействия, ино, иноверные, иностранные, инокультурные. Они могут приводить к успеху, но с обратной стороны тоже мы можем столкнуться. Время приобретения каких-то фундаментальных таких вот знаний твердого авторитета. Это возможные поездки, но с каким-то таким комфортом, либо это поездки, которые должны нам принести какую-то выгоду, должны дать нам какие-то ресурсы. И время расширения приумножения устойчивых взаимоотношений. Но здесь мы будем склонны завышать как бы некую такую планку, идеализировать с точки зрения выгодной или невыгодной, стабильность несут или не несут, устойчивы они или нет, ну и так далее. Это не ограничено всем этим. Что же негативного может принести, ну не негативного, скажем так, а отрицательного, может принести Юпитер в Тельце? Может привести к тому, что мы, в общем-то, переоценим то, что делаем. И как следствие будет разочарование от завышенных каких-то ожиданий по теме ресурсов, финансов, имущества, взаимоотношений, решения юридических вопросов, наши ожидания, допустим, финансовых вопросов могут, наоборот, не оправдаться и могут вылиться в очень большие проблемы, в том числе со здоровьем. То есть он может увеличить наши проблемы, связанные со здоровьем, расширить их. В итоге это как минимум может иметь место неудовлетворенность с нашими материальными амбициями. Возвращаемся к нашей ретрофазе. Значит, ретрофаза, напоминаю, с 4 сентября. Чем она интересна, её начало, в общем-то, интересно тем, что в момент остановки Юпитера остановлена вторая планета, это Венера. Её называют малым везением или малым счастьем, но всё очень относительно и здесь, как и по Юпитеру. Но это обе планеты, которые, в общем-то, отвечают за ресурсы. Вот одна из них, Юпитер, уходит в ретрофазное положение, это как бы движение машины назад. Вторая планета, как бы на дрифе, из движения назад разворачивается в движение вперёд, в директное положение идёт. Значит, ретрофазная фаза Юпитера 4 месяца. Это тоже, как я сказала, период один раз в 12 лет, и он тоже специально даётся для того, чтобы мы возвращались, как на любой ретрофазе, к каким-то ситуациям, которые были, имели место. Только по теме, уже связанной с Юпитером в Тельце. Первая остановка 4 сентября 2023 года, 15 градусов 34 минуты Тельца. Вторая остановка будет 31 декабря 2023 года, на календарный Новый год, в пятом градусе 34 минуты Тельца. К остановкам Юпитера добавляем по 5 дней с обоих сторон. Это период стационарности или стагнации, так называемой, когда нет никакой динамики, нет никакого развития в сферах влияния останавливающихся планет, соответственно, Юпитера. Давайте попробуем выделить более или менее позитивные какие-то ситуации по ретро-Юпитеру в Тельце. И какие потенциальные перспективы они могут нести. Напомню, всегда напоминала и буду напоминать, что не все могут воспользоваться из общих прогнозов исключительно позитивными, например, ситуациями, связанные с прогнозом. У нас 8 миллиардов с хвостиком землян. Это надо понимать. Поэтому всегда и по каждому случаю направляю вас за индивидуальным гороскопом, за индивидуальным прогнозом к профессиональному астрологу. Значит, что мы имеем на ретро-Юпитере в Тельце? Значит, это время, потенциальное время, возможность, вернее, для возврата к прошлым ситуациям, которые родились в разные периоды времени, связанные с судебными, юридическими, какими-то урегулированиями ресурсных, имущественных, финансовых ситуаций, земельных вопросов. Может быть, вопросы возобновления исков, судов, повтор запускаются эти ситуации. И они на протяжении 4 месяцев могут иметь немножко как бы разную там природу. Из-за чего это может быть? Это может быть из-за детей. Тема алиментов, например. Это может быть по служебным каким-то ситуациям. Это могут быть ситуации, связанные с партнером по браку. И с ними имущественные какие-то споры. Это могут быть ситуации с налогами, это могут быть ситуации с банками. Далее, ретро-Юпитер в Тельце. Это возврат к прошлым каким-то международным сделкам. Тоже они могут касаться и просто финансовых вопросов. Может быть, это какие-то прошлые ситуации по вашим заработкам. Вопрос о какие-то контракты, которые, допустим, вы имущество как-то хотели купить, продать. И вот на этом этапе возникает этот вопрос. Можно вернуться к прошлым иностранным каким-то источникам доходов-расходов или пересмотреть их потенциально. А могут ли они принести вам какую-то выгоду? В последствии там по итогу выхода Юпитера из петли вы вернетесь к этому вопросу. И опять-таки это может возникнуть на фоне разных тематик, которые в течение 4 месяцев будут меняться. То есть это может быть связанное с работой, это может быть связанное с тем, что у вас было хобби, а вы на этом хобби можете попытаться что-то заработать. Это может быть просто вопросы бизнеса и вы возвращаетесь к этим международным контрактам. Далее, это возврат к теме системного или высшего, как мы привыкли называть, образования, которое, допустим, мы забросили. Тоже мы тут же возвращаемся. Отложили его. И это именно образование, которое может носить финансовый характер или экономический, практические знания получаем. Фундаментальные, может, какие-то знания такие. Либо это вообще вопрос возвращения к преподаванию. Но только преподавание, когда мы преподаем, тоже какой-то практически обязательно исход от него должен быть. Или обучение, допустим, в связи с тем, что еще раз напоминаю, в течение 4 месяцев Венера будет менять 4, по-моему, или 5 знаков. Поэтому тематика возврата к каким-то образовательным программам, она может быть достаточно широкого спектра. Как один из вариантов, это финансы. Может быть, что-то с биржей, связанное с налогами. Это в том числе может быть что-то такое пищевое, связанное с сельским хозяйством. И несет какую-то практическую пользу. Может быть, по работе необходимо что-то там как бы вернуться к этому. В то время, когда мы можем вернуться к своей собственной профинансовой политике. У каждого из нас есть своя жизненная позиция. Так вот, когда Юпитер находится в тельце, мы возвращаемся к той части нашей жизненной позиции, которая касается наших ресурсов. И ее пересматриваем. Она связана с бюджетом нашим. Коментаризацию, конечно, на Юпитере делать сложно. Но мы как бы оцениваем такими макро-показателями вот эту вещь. Посматриваем ситуации, как накопить, сохранить наше имущество в более далекой такой перспективе. Опять-таки, в более далекой перспективе пересматриваем, что же нам там ожидать от наших источников доходов или расходов. Время, когда мы можем вернуться к каким-то прошлым трендам, направлениям, течениям, связанных и с заработками, и с финансами, и с модой, и с питанием, и с комфортом. Посмотрим на них по-другому. И, возможно, это поможет нам приумножить наши ресурсы. Возможно, мы захотим даже вернуться к какой-то прошлой нашей вот такой, ну, не дороге, а к пути, который мы прокладывали в социуме. Вот мы шли одним направлением в прошлые периоды, потом его как-то забросили, и он тоже как-то влиял на наши финансы и ресурсы. Вот. А теперь на этом ретро-юпитере, допустим, там через 12 лет, мы решили вернуться обратно к этой теме. Возврат к прошлым учителям, к прошлым людям, которым мы считали авторитетом. И тоже мы их будем переоценивать. Мы их будем переоценивать, исходя из собственных каких-то критерий, вы из критерий, которые формируются вовне, в том социуме, в котором мы с вами живем. Это дальние поездки за границу. С целью заработков, ну, не исключительно, может быть, там, где нам было комфортно, с целью в том числе взаимодействия с людьми, с теми, с кем, с партнерами, с которыми взаимодействовали по финансовым вопросам. Время возврата во взаимоотношениях. Юпитер в Тельце это тоже, в общем-то, тема про взаимоотношения, как и уран в Тельце, который нас перетрушивает и заставляет обретать какую-то, как минимум, внутреннюю свободу. Вот Юпитер, он заставляет пересматривать какие-то наши идеалы, наш перфекционистский подход, через призму вот этой вот устойчивости, материализма к партнерским отношениям. И на ретро-Юпитере мы возвращаемся к нашим, скажем, бывшим партнёрам, которых мы идеализировали, которые с нашей какой-то точки зрения обеспечивали нам стабильность, были нам выгодны или невыгодны, возможно, которых мы завышали вот эту вот идеализацию, да, и вот это время как бы переоценить эту ситуацию, ну, что, естественно, может приводить к разным результатам, как позитивным, так и к разочарованию. Какая, возможно, негативная сторона от ретро-Юпитера в Тельце? Как я сказала, возврат к прошлым ситуациям по Юпитеру, ну, допустим, в взаимоотношениях, он может привести к разочарованию, да и в финансах, собственно, тоже. Или к возврате к прошлой учёбе. Мы откажемся от, допустим, этого образования, от этой жизненной позиции в части её финансовых вопросов, от этой своей экономической стратегии. Мы можем обрести в результате какую-то неудовлетворённость наших вот этих вот ресурсных амбиций. Возвращаясь к каким-то ситуациям, тоже как бы может привести к каким-то ситуациям со здоровьем, с проблемами. Или с проблемами с финансом и с имуществом. Как на любой ретро-планете, ничего нового, ну, нежелательно начинать. Вообще любая ретро-планета сопровождается очень такими большими периодами стагнации, медленности. Очень замедленная динамика на любой ретро-планете. Здесь не исключение каких-то новых поездок, нежелательно, никакие новые там обучающие программы. Период, когда нам непросто взаимодействовать с более авторитетными людьми, с учителями. Вообще проблема с авторитетом. То есть, как наш авторитет не так воспринимают, так и мы не воспринимаем другой авторитет. По-другому всё это идёт. Период, когда мы разочаруемся в наших идеалах. После глубокого вот такого пересмотра. Что влияет? На какую сферу жизни будет влиять Юпитер в гороскопе в ретрофазе? Ну, во-первых, он будет влиять на ту сферу, куда он попадает в дом, в который он попадает в натальной карте. На ту сферу жизни он и будет влиять. И на ту сферу жизни, которым или домом, которым он управляет. Ну, а также на сферу Девятого дома. Это образование, зарубежная тема, поездки, развитие. Здесь всё исключительно индивидуально, как я и говорила. Значит, для кого более заметно будет протекать данная ретрофаза? Значит, напоминаю, у нас две стоянки всегда у любой ретро-планеты. Значит, первая стоянка у Юпитера будет 15-34 тельца, вторая 5-34 тельца. Это, которая будет в декабре месяце. Соответственно, наиболее для тех, у кого в 16-м градусе и в 6-м градусе тельца и всех остальных знаков фиксированного креста что-либо есть. Что-либо имеется в виду в натальной карте. Либо светило, то есть Солнце или Луна, либо личные планеты, это Меркурий, Марс, Венера, либо это угловые дома, 1-й, 4-й, 7-й, 10-й, либо управители этих домов, либо это фиктивные точки, например, узлы. Значит, что для них будет свойственно? Значит, им будет свойственно такие ситуации, когда они через кризис, то есть прикладывая какие-то усилия, преодолевая препятствия, могут получить, добиться, пользоваться вот этой перспективой ЮПИТ и могут получить обратный эффект. То есть как раз здесь возможен и разочарование, и завышенные ожидания, ситуации, которые возникают по ретро-ЮПИТеру, и кризис может быть и по здоровью, и по имуществу, и неудовлетворенность амбиций неимущественными, финансовыми, но в то же время это будет вот эта демотивация так называемая, она будет их стимулировать, достичь и преодолеть препятствия и попытаться воспользоваться этим, но через усилия. Следующая группа это группа земных знаков, которые формируют ринг ЮПИТ, то есть это 16-й градус и 6-й градус Девы и Козерога. Здесь может быть скажем так благоприятная ситуация для достижения вот этих вот потенциальных возможностей по ЮПИТ, для удовлетворения своих амбиций, о которых мы говорили выше, и возможен гипотетический успех. О, трин всегда дает расслабленность, поэтому им могут не воспользоваться до такой успокоенности. Я успешен и в общем-то мне и так мне ничего этого не надо и мы можем не воспользоваться этими возможностями. Третья группа это те, кто попадает под образование секстиля к ЮПИТеру 16-й градус и 6-й градус рака и рыб. Вот здесь как раз успокоенности не будет и если они приложат усилия, то в общем-то они могут накормить свои амбиции имущественные, если приложат усилия и если позволит натальная карта. Кого еще может зацепить вот эта ретро-петля? Зацепить тех в первую очередь кто попадет под аспекты, которые формирует стационарный ЮПИТер. Значит ЮПИТер стационарный в первой своей стоянке будет делать квинтиль, точный квинтиль к Сатурну, который у нас в рыбах, чудесный вообще Сатурну, тоже ретроградный напоминаю, у нас помимо ЮПИТера ретроградных еще пять планет ретроградных, поэтому очень такой непростой период. Напоминаю, в очень большом спектре вопросов жизненных обстоятельств мы возвращаемся к каким-то прошлым ситуациям, для того, чтобы их как-то переосмыслять, переделывать, передумывать как угодно. То есть цеплять будет еще группа людей, у которых что-то есть в третьем-четвертом градусе рыб. Ну, что-то подразумевается то же самое. То есть светило, личные планеты, угловые дома, либо их управители, либо фиктивные точки. Что здесь? Формируя такой вот творческий аспект, это, кстати, мажорный аспект, квинтиль называется, он 72-градусный, Сатурном, это вторая, кстати, социальная планета. Он говорит о том, что безмерно использовать расширение Юпитера фиг вам. Получится. Он будет загонять в какие-то рамки расширение, лучше, больше, дальше, будет держаться в каких-то определенных рамках. И те, кто попадают под 16-е градусы, и те, кто попадают под 3-4-е градусы рыб, они как бы сами захотят получить результат, у них будет желание от вот этих перспектив, которые может давать ретро-Юпитер. То есть, у них есть перспектива получить результат. Медленно, конечно, затяжно, с совершенным отсутствием понимания, сколько времени это займет. Сатурн в рыбах, всех поздравляю. И будет такая ситуация, когда какие-то непонятные отжившие требования, правила, традиции или требования руководителей государства, они как бы будут наступать быстрее, чем мы сможем в них сориентироваться. Но, несмотря даже на это, люди вот этой категории, которую я описала, все равно захотят сами, даже при таких условиях, получить, пусть и непрямым способом, получить при сотруднике в рыбу прямым способом результат сложно, непрямым, как-то обходными путями. И намерены удовлетворить свои социальные амбиции. Кроме того, там будет трин Юпитера к близнецам, как раз вот в этой стоянке в 16-м градусе Тельца. То есть, это будет помогать им возвращаться к прошлым контрактам, к прошлым поездкам, к прошлой учебе, более успешнее и удачнее, к прошлым каким-то коммерческим делам. Но, здесь будет постоянно такая устойчивая ситуация, когда мы незначительным деталям, вещам будем придавать вес, такую значимость, которую они не заслуживают. А то, чему нужно придать, как бы значимость и вес, и посмотреть более глобально, мы будем оценивать наоборот с каких-то локальных позиций и как бы за деревьями леса не будем видеть. Кроме того, значит, эта категория людей им будет свойственна. Если это будут поездки, значит, здесь еще что возможно? Здесь возможно как раз в большей степени такие более благоприятные какие-то переезды туда, где мы были раньше или к тем, кому были раньше. Углубление в учебу, например, изучение какого-то финансового языка, как я сказала, им будет даваться более благосклонно. И этой группе будет свойственно при возврате к каким-то прошлым трендам или убеждениям, или жизненной позиции, связанной с финансами. Ситуация может быть искажена в большей степени именно у них какими-то мелочами или деталями, чрезмерностью. Или вообще может быть полное игнорирование какой-то логики, расчета, рациональности. Этой группе людей будет в большей степени сложно сделать именно какой-то макро взгляд на свои прошлые тенденции. Для той группы людей, которых затронет по 6 градусу Тельца, это в районе 31 декабря 23 года вторая стоянка Юпитера, их невозврат к прошлым тенденциям по ретроградному Юпитеру может привести к тому, что они неизбежно найдут какой-то универсальный ключ к решению проблем, к той теме, к которой они вернулись. Либо они неизбежно откажутся от этой темы, к которой вернулись. Либо тот поток, к чему они вернулись на вот этом ретро-Юпитере, приобретет такой вот, знаете, всепланетарный масштаб. Ну, допустим, там, логистикой занимаемся и вернулись к каким-то международным контрактам. В результате возвращения к прошлым международным каким-то компаньонам по завершению ретро-петли Юпитера у них контракты приобрели не просто международный какой-то масштаб, а всепланетарный, то есть огромное количество стран стало затрагивать. Либо может быть такая ситуация, что при возврате к чему-то оторвались собственно от реальности. Значит, это будет вызвано тем, что Юпитер будет делать точный нанагон, это тоже мажорный аспект 40-градусный к Нептуну в рыбах. И эта тема, кстати, может затронуть еще и тех, у кого что-то есть в 26-м градусе рыб. По поводу результата вот этих всех перспектив по ретро-Юпитеру, как он вообще может выглядеть на этой петле. У нас Сатурн ретроградный будет, и затем он развернется в директоре положение, пока еще Юпитер будет ретроградным. Находясь в рыбах, ретроградный Сатурн вообще размывает границы времени, поэтому со временем могут быть проблемы у всех. Будет вариант такой, либо будем успевать ориентироваться или оценивать ситуацию под влиянием каких-то очень быстро текущих требований, которые отжили. То есть получается результат нужен быстрее, чем мы можем сориентироваться. Это первый вариант протекания и он будет такой во времени. Будет как бы период, когда и требования и наша способность ориентироваться они в общем-то будут совпадать в ритме. И будет обратная сторона, когда наша способность ориентироваться будет опережать или как бы хотим больше, дальше и лучше, быстрее, чем можем добиться результата. Либо это будет натыкаться на как бы большее число каких-то препонов, преград и ограничений. Желаю всем воспользоваться перспективой потенциальной Юпитера в Тельце и его ретроградной фазы, вернувшись к чему-то из прошлого и занять свою нишу в списке Forbes. Надеюсь, мое видео было для вас полезным и некоторые из нас могут воспользоваться перспективой потенциального Юпитера в Тельце. Оставляйте свои комменты и подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке под видео ниже. До новых встреч на моем астроканале, где обещаю только звездные факты, которые помогут вам в жизни огибать неприятные ситуации и строить ваш жизненный ландшафт. На этом все.